Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня у меня будет видео о моем утреннем уходе, то, что я чаще всего делаю, как ухаживаю с утра за своей кожей, скажем так. Я уже отвезла своих детей в садик, в школу, и с утра, когда я выбегаю, я просто чищу зубы, умываюсь вот этой пеночкой от La Biostetic, которую я вам уже показывала, и быстренько наношу на свою кожу крем от Holy Lens с авокадо. Всё! Потом я приезжаю и уже делаю непосредственно такой вот прям хороший уход, как-то хорошо себя привожу в порядок. И сейчас я буду делать маску. Маски я делаю практически каждое утро. Сейчас на мне нет вообще никакой косметики. Ну, реснички нарощены, то они уже... Осталось им жить недолго, скажем так. Я справа уже, естественно, тут расчесалась. В общем, я просто убираю волосы, ну, так, оборачиваю вокруг хвоста, скажем так, и обычными шпильками закалываю, чтобы они мне не мешали. И сейчас, прежде всего, я снова умоюсь вот этой своей пеночкой. Она мне, кстати, очень нравится, но она мне нравится именно на утренний уход. А как бы вечерний, она не очень хорошо очищает. Она такая мягенькая. Ну, вот с утра самое оно. Далее я пройдусь по коже вот таким спонжем, который покупала в Литуале. Это конжаковый спонжик. Но, на самом деле, что-то я вообще не поняла, что за история. Я думаю, просто нужно приобрести какой-то другой, может быть, марки. И, не знаю, в общем, посмотрю. Но вот пока пользуюсь им, но как-то вот что-то я его не поняла. И я просто провожу им по лицу. И так как у меня сейчас появились высыпания на лице, вот здесь в районе губ, но связаны они больше, наверное, с простудой, которая у меня была. Но всё же, именно поэтому я сегодня буду делать вот эту мою любимую масочку от марки Кора Сепио Баланс. Очень её люблю. Маски свои я наношу либо руками, либо у меня есть вот такая кисть. Это Ривгош. Ну, марка Ривгош, я так понимаю, да? PR Professional. Ну, я её как-то приобретала, попробовать. Ну, в общем, она идёт для румян. Для румяна она мне не понравилась, она синтетическая. А вот для нанесения масок, кстати, самое оно. Но я всё-таки хочу как-нибудь себе потом приобрести именно для масок, чтобы была кисточка. Потому что всё-таки она немножко не предназначена для этого. И обязательно я все маски наношу ещё на шею. И на зоны вокруг глаз я буду наносить капсулу Айвит. Я не скажу, что я вижу от них какой-то суперэффект. Ну, так, я не знаю. Все это наносят, наверное, поэтому я тоже наношу. Просто достаю эту капсулу и разрываю её просто ногтями. И буквально небольшое количество наношу вот сюда под глазки. Ну, чтобы тоже было какое-никакое питание. Вот сюда наверх я не наношу, потому что у меня нарощенные реснички. Это всё-таки масло. И они у меня тогда быстренько-быстренько отвалятся. Ну, от этих капсул на самом деле я не вижу какого-то суперсильного эффекта. Ну, так. И пока действует маска, я хочу вам показать. У меня закончилось два продукта. То есть, сделать такие два-три продукта. Сделать небольшие пустые баночки. И первый из них это вот такой очищающий пенящийся крем от марки Clorans. Очень он мне нравится. Я, кстати, по-моему, второй раз уже его приобретаю. Я его использую как лёгкий скраб. Он имеет такие, видите, небольшие, совсем маленькие такие скрабирующие частички. Я очень люблю умываться, особенно вечером. Ну, не каждый день, да, а в течение, там, через день могу, там, ну, как-то так. Очень мне нравится. Очень прикольная штучка. Не знаю, через какое-нибудь время обязательно я его повторю. Вообще, вот марки Clorans я очень люблю и тоники, и умывалки. Они мне очень-очень нравятся. И также закончилась моя любимая маска. Я её, видите, уже разрезала. И я не могу найти её в наличии вообще нигде. Поэтому ссылки на неё я оставить не могу. Это маска с коллагеном от марки Gigi. Супер просто. Она очень классная. Я её использовала, девочки, знаете, в качестве ночного крема. Или ночной маски, можно так сказать. То есть я очищала вечером хорошо лицо. Но наносила эту маску, давала ей, там, 15-20, может, даже 30 минут впитаться. Потом промакивала салфеточкой. Или просто вот так вот распределяла остатки массажными движениями и ложилась спать. Просто потрясающая маска. Если вы её где-то увидите, я очень сильно рекомендую. Правда, её, она не дешёвая. Есть 250 мл в этой маске. И я её даже использовала в качестве просто ночного крема. То есть на сыворотку сверху. Также от марки Gigi у меня с лотосом была. Вообще супер вау эффект. Мне очень нравился. И просто как ночную маску. И просто делала как маску обычную. Очень потрясающий просто эффект. Мне действительно очень-очень нравится. Я очень рекомендую. Но нигде вообще не могу её даже не то, что в наличии, а вообще в принципе её найти. Не знаю, может они как-то сменили упаковку или что-то сделали. Ну, в общем, эту маску не могу найти. Но увижу. 100% её себе приобрету. И вот этой банки мне хватило, ну, наверное, года на полтора. Может быть, даже больше. Так как я не использовала её каждый день. Также у меня закончилась краска от Vela. Это Calistone. В принципе, неплохая краска. Но она достаточно агрессивная, наверное, для моих волос. То есть, волосы потом такие достаточно жёсткие. И мне это не особо понравилось с этой краской. Но буду искать себе другую. Очень повторять не буду. Не понравилось. И последнее, что покажу, это вот такую масочку. Это корейская, насколько я так поняла, маска. Тканевая с экстрактом улитки. Что-то я заказывала себе линзы. И на этом сайте была распродажа тканевых масок корейских. В общем, я её себе взяла. Ну, такая, кстати... Ну, не знаю. Вот они практически все у меня на одно лицо. Единственное, что маски, которые мне действительно очень сильно нравятся, это от марки Disao. Они очень классные. Я приобрету их, наверное, ещё раз. Они очень хорошо пропитанные. Очень такие. И плюс, точнее, минус этой маски заключается в том, что у неё нету, вот знаете, такой штучки, которая именно для шеи. То есть, она идёт только на всё лицо. И я это не особо люблю, потому что я люблю наносить маски аж вот так вот. То есть, чтобы вот полностью. Ну, ну да ладно. Такая на стола что-то 60 рублей со скидкой. В общем, в принципе, неплохо. Вот такие у меня были пустые баночки. Ну, а пока действует у меня маска. Я бы, конечно, вам сказала, что я там, не знаю, убираю, что-то намываю. Но в последнее время нет, так не происходит. Я просто ложусь в кровать, так как сейчас дома практически никого нету. Есть только мамы и мои животные. То я ложусь на кровать и, не знаю, и, в общем, сижу в интернете, грубо говоря, что-то читаю, что-то смотрю. Не знаю, отвечаю на ваши комментарии и так далее. То есть, это время провожу, ну, скажем так, для себя. И потом встретимся с вами снова. Итак, я полежала уже, ну, чуть больше, чем 20 минут. У меня почти маска впиталась. И я ее буду смывать вот этим же своим конжаковым спонжем от L'Etoile. И теперь я буду наносить вот такой. Освежающую, увлажняющую дымку от Luminei. Я это пользуюсь, то не пользуюсь. Ну, в общем, не скажу, что прямо на самом деле супер она мне нравится. Но нормально. И далее на все лицо я буду наносить вот такую сыворотку от марки Янсен. Очень она мне нравится. Ее надолго хватает. Но как-то летом я, кстати, не особо ей пользовалась. Она у меня стояла. А вот сейчас прям самое оно. Делаю я полтора нажатия примерно. И наношу на все лицо, в том числе под глазки. И немножко захожу на зону декольте. Далее под глазки я буду наносить вот такой крем от марки Luminei. Он у меня тоже уже, как вы видите, практически заканчивается. Неплохой крем. Неплохо увлажняет. На зиму мне его будет очень, очень даже недостаточно. Но сейчас пока мне его хватает. Одного нажатия. Где-то полтора даже, наверное, нажатия я наношу. Далее у меня вот такой крем дневной от марки Janssen. Это вообще предназначен, по-моему, для зимы. То есть он идет и как защита от холода. Но я его использую и летом, и вот сейчас. Прямо с огромнейшим удовольствием. У меня чуть-чуть здесь осталось. Но на зиму я его повторять тоже не буду. Из ухода это у меня все. Сейчас пойдем делать легкий макияж. Ну и сейчас буду делать макияж. Значит, я сейчас нахожусь, скажем так, в поиске тонального средства для своей кожи. Поэтому я решила попробовать все пробники, которые у меня есть. Сейчас я буду использовать вот такой от марки Lumine. Это у меня Nordic Nude. Ну, в общем, тонирующий флюид. У меня в оттенке это 1 и 3. Я так понимаю. Ну, в общем, вот этот первый оттенок, он был для меня очень светлый. Это, я так понимаю, первый оттенок, да? Если я не ошибаюсь. И сейчас я буду использовать вот этот третий оттенок. Он немножко, я так понимаю, потемнее. В общем, попробуем. Наносить я его буду кистью. У меня вот такая от Bobby Brown. Хотя, вот его лучше наносить, мне кажется, спонжем или пальчиками. Так он как-то ложится лучше, что ли. Но мне удобнее просто отсюда доставать его кисточкой. И будем наносить на все лицо. Ну, вот этот оттенок, да, мне уже больше подходит. В принципе, понравилась эта тональная основа. Но я ее не буду приобретать. Только потому, что я опять же смотрю в бок, чтобы видеть, да, что я делаю. Мне понравилась эта тональная основа. Единственный для меня ее минус. Во-первых, она не очень сильно стойкая. То есть, к вечеру ее уже очень мало на лице. И, во-вторых, когда я болела, у меня был насморк. И вот здесь вот были покраснения. И вот эта тональная основа не справилась с этими покраснениями. Но, как вы видите, она, ну, так слегка, как бы, тонирует лицо. То есть, совсем-совсем чуть-чуть. То есть, какие-то вот пятнышки, да, она не перекрывает. И, ну, в принципе, сильного покрытия тональной основы у меня не нужно. Но, чтобы покраснение сглаживало, это точно. То есть, как вы видите, вот здесь вот, не знаю, на камеру... На камеру здесь вот не особо видно. Но я вижу, что вот эти вот покраснения, которые у меня вот здесь вот есть, она не очень их скрыла. Поэтому... Ну, такая. Ну, в общем, полную размерку я точно не хочу себе приобретать. Во-первых, и стойкость непонятная. То есть, к вечеру, когда я снимаю макияж, на спонже остается достаточно мало продукта. Поэтому, ну, такое. Я немножечко ручками, как бы, вбиваю тональную основу, потому что она все-таки лучше наносится, когда именно пальчиками. Пока у меня, скажем так, усаживается моя тональная основа, я буду прорисовывать себе брови. Брови у меня натуральные. Я их ничем не окрашиваю. Вот они такие, как есть. Я просто слегка выщипываю вот в этой области. И все. Но все же у меня есть кое-где пробелы, которые я, как бы, зарисовываю, скажем. Делать я это буду вот таким карандашиком от марки Sephora. Он мне, кстати, очень-очень нравится. И у меня это в оттенке 06. Правда, вот этой кисточкой непонятной такой. Я ей не пользуюсь. А сам карандашик вот такой вот достаточно тоненький. И такой, ну, очень хороший. Мне, по крайней мере, нравится. Так, я буквально немножко вот просто заполняю там, где вот есть пустота, скажем так. Я их даже никак не пытаюсь выровнять, как-то там что-то подрисовать. Просто вот как бровь есть, так я ее и рисую. И дальше на сами волоски я буду наносить вот такой у меня грызочек. Это воск от Givenchy. Обычный, прозрачный. Он мне, кстати, не очень нравится, потому что он дает такой какой-то глянец на бровях. Непонятно, зачем это нужно. Но, в общем, я его добиваю и больше покупать не буду. Наношу тоже слегка на волоски. И потом все это буду прочесывать. Вот такие вот у меня получились бровки. И теперь я буду заниматься глазками. Сейчас нарощены ресницы, но от них на самом деле мало что осталось. Они уже не такие пушистые, не такие красивые, как в самом начале. Поэтому я немножечко буду подрисовывать себе глазки. Для этого я буду использовать палетку Naked. И я буду брать в этой палетке вот такой предпоследний оттенок, темный. У меня кисть Зоева номер 230. Вот такой вот бочоночек. И я буду прокрашивать немного нижнее веко. Так же этим оттенком и этой же кисточкой я немножечко углублю себе складку. Вот таким образом. Далее я беру своя любимая румяна, которыми я сейчас чаще всего пользуюсь. Это румяна Chanel в оттенке 260 Alizane. По-моему, так правильно? Это, по-моему, была какая-то лимитка. Ими я пользуюсь. И вообще, просто нескончаемый. Вот такую пушистую кисточку. У меня это от марки Шик. Номер 26. Но она мне не особо понравилась. Она очень сильно распушилась. Но для складочки, на самом деле, очень даже неплохо. Набираю немного этих румян. И растушевываю тот темный оттенок, который я нанесла в складку. Далее я буду использовать вот такой консилер-праймер от марки MAC. Это даже не консилер. Это просто такая светилка под глаза. Она, ну такая, знаете, просто слегка подсвечивает область вокруг глаз, не сушит. И очень хорошо все это дело выглядит. Распределяю я вот так вот просто пальчиками. И, кстати, эта вещь очень хорошо подстраивается под цвет кожи. То есть, поначалу она выглядит такой достаточно белой, но потом становится более уже такая симпатична. Я наношу немножечко, чтобы просто как бы подсветить зону под глазками. Я беру палетку Dolce & Gabbana. Вот такая у меня палеточка. В оттенке у меня 100. Тут вот такие оттеночки. И вот этот белый оттенок, он для меня в качестве теней слишком уж блестящий. В качестве хайлайтера мне очень нравится его использовать. И наносить я его буду кисточкой тоже от Зоева. это 231. В уголочек глаза и под бровь. Также этот оттенок я буду наносить на подбородок и на над верхней губой. Далее, конечно же, у нас румяна. Все те же Шанель, которые я наносила на складку, я их буду наносить при помощи кисти Sigma F84 Kabuki. И далее на губы я буду наносить вот такой карандаш, помада-карандаш от марки Мак. У меня это в оттенке А95, насколько я поняла. Но это такой красновато-лососевый оттенок. Она полуматовая, неплохая помада. Мне, кстати, она очень даже нравится. Вот такая вот помада. Очень, мне кажется, симпатично смотрится. Я люблю подобные помады использовать зимой и осенью. Мне очень нравится, как они выглядят. Вот такой у нас получился макияж. Достаточно легкий лично для меня. И при этом очень такой освежающий. И мне он очень-очень нравится. Ну и на сегодня я буду заканчивать свое видео. Вот такое у меня утро. Практически одинаковое каждый день. Я надеюсь, вам было интересно и полезно. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Не забывайте нажимать колокольчик. Оставляйте свои комментарии. Всех люблю, целую. И до новых встреч.